всем привет я гела в прошлом видео мы с вами сшили вот такой вот лоскутный блок так уж сложилось я его уже украсила на сегодня покажу вам как это сделать на примере другого лоскутного блока такого же небольшого вот посмотрите что нужно сделать какую красоту вообще crazy квил тема мне нравится что там просто невероятную красоту можно создать из обычных лоску . в бусинок и запасов какие у вас есть дом и так в общем приступим к шитью к украшению вернее вот берем лоскутный блок вот у меня всего лишь из трех элементов состоит здесь шелковая ткань ну и первое ну что мы начнем давайте проложим строчку который называется это декоративный шов называется по моему козлик я честно говоря название не помню я выложу вернее дам ссылку под видео там вы можете по ссылке посмотреть подробнее и научиться сшить вот эти вот этот и другие декоративные швы принципе декоративные швы это основа вот в принципе такого вида лоскутного шитья как вот crazy квилт благодаря этим швам можно украсить и лоскутные блока в принципе можно взять и просто однотонную ткань кусочек ткани и вот при помощи этих декоративных шовчиков и всяких кружев эти семечек украсить ее создать самостоятельный такой блок не обязательно состоящий там свою очередь из лоскутков но в данном случае вот пусть у нас под лоскутки значит сделали вот такой вот шовчик далее далее мы поднимаем свои запасы примеряем что у нас есть но пожалуй причем этот эти семечку причем ее как опять-таки с помощью декоративных швов вот все это делать совершенно несложно единственная сложность это остановиться crazy квилт это такая штука что просто невозможно остановиться когда начинаешь украшать все эти вещи поэтому я для видео взяла маленький блок маленький по размеру чтобы это не долго было и приблизительно покажу вам как это делается здесь нет никаких правил никакой математики здесь только полностью вот полет вашей фантазии все что угодно можно выдумывать все это в конечном итоге мне кажется получится все равно красиво вот таким вот образом и пришли тесенку опять-таки это в данном случае вообще никаких правил можно пришить ее как угодно так ну теперь мы нарежем маленькие розочки сделаем это малюсенькая тоненькая ленточка там 0 3 тоненькая розовая ленточка нарежем ее где-то я уж не знаю длины ну с пол пальца указательных опалим краешки ну это в принципе известный совершенно создание маленьких мини-мини розочек удобный как раз вот для таких вот маленьких скотка блоков на скотную так дождите на прежде мы вышьем для этих розочек кустики какие-нибудь эти кустики это опять-таки очередной декоративный шов там не приемы декоративных этих вот швов но это все общем посмотрите по ссылке которые там тут такой кустик получается которые мы в итоге посадим эти наши розочки прежде чтобы сделать такую ручку нужно просто напросто вот эту нашу ленточку собрать как бы из угла и стороны в сторону то есть не по прямой мая соберем на ленту вот так вот диагонали ну и все и собираем нашу розочку ее можно прихватить бусинкой а можно просто ниткой пришли там уже смотрится принципе вот crazy field здесь можно подобрать допустим единого тона лоскутки но но допустим синюю гамму да там могут быть голубые бирюзовые всякие разные и там даже допустим беленькие лоскутки там синим рисунком и так далее да в одном тоне все это единственное правило которое кстати тоже можно в принципе нарушить мне кажется ничего страшного но все-таки это наиболее гармонично сочетание цветов пусть в одном тоне в разных тонах даже но единой температуры понимаете что так ну что вот такие вот розочки у нас в итоге получились и теперь мы попробуем сделать кое-что из кое-чего из бусинок попробуем сделать бабочку опять-таки при помощи декоративных швов пайеток и так далее это вот вы видите импровизация просто на ходу получается так фабрикат теперь она ведь как она с красивым можно еще добавить что-то какие-то контуры таким образом у нас получается совершенно неповторимый лоскутный блок который в свою очередь может быть элементом чего-то большого там лоскутного одеяла например еще чего-то пледа подушки и так далее можно нашить вот таких вот блоков определенное количество и собрать их в большую вещь будь то сумка подушка сидушка так далее вот еще хочу сказать что быть может и не стоит заполнять полностью вот эти вот блоки но я не знаю там уже по ситуации смотрите я имею ввиду что когда изделие будет например собрана большое изделие из нескольких блоков возможно вам захочется объединить все это разнообразие в единую какую-то картину и вы захотите добавить каких-то там детали и элементов вышивки там например или кружавчики какие-то посадить там цветочки ну в общем все только на ваше усмотрение я все время очень полюбила это дело нашла в интернете наткнулась я уже рассказывала или нет наткнулся интернете вот на мастер-класс без единого слова просто фотографии там пошага настолько увлеклась этим делом что вот сейчас уже какие только виды рукоделия не освоила и вязать мне тоже конечно очень нравится сосудный фри форм но вот видите все равно к этому лоскутному шитью возвращаются даже не знаю для чего что это но вот мне просто нравится сейчас такой период у меня к сожалению опять я думала все таки я больше не вернется каменного лечка вот видите сколько можно поношить всякого разного и собрать потом из этих маленьких блоков создать что-то такое вот неповторимое собственное произведение искусства бусики какие-то вырезанные элементы из кружев и так далее